Как всегда, самые чудовищные законы, на них никто внимания не обращает. Ни оппозиция, никто. Ее что-то все время другое интересует. Принимается закон о массовом перераспределении земельных ресурсов в городах. Это закон по своим последствиям сопоставим с Чубайшевской приватизацией 90-х. Это огромные массивы собственности будут отниматься у граждан России. И перераспределяться. А граждане, как крепостные, будут следовать за этими решениями. Так называемое комплексное развитие заменяет устойчивое развитие. Вот такой парадокс. Путин назначает Чубайса представителем по устойчивому развитию. Все раздается. В это же время Дума принимает закон об отмене устойчивого развития. Там так и написано в этом законе. Слова устойчивое развитие заменяет словами комплексное развитие. Устойчивое развитие – это развитие, предполагающее соблюдение экологических норм, правил, баланса, направленного на сохранение благоприятной окружающей среды. Комплексное развитие – это отрицание всего, что связано с устойчивостью, с балансом, с природосбережением. Все это посылается далеко и надолго. Вместо этого огромные кварталы по решению чиновников, даже не депутатов, будут снесены. И они будут решать, кого куда переселить. Это как депортация народов. Только это депортация российского народа. Вот что такое закон, который сегодня принимает Госдума. Ну, и меня, да, одновременно это повторение Чубайских приватизации, перераспределение от народа в сторону, вот как раз олигархов, которых критикуют от товарища. А с другой стороны, это крепостное право. Здесь ничего общего нет ни с каким ни рынком, ни с каким капитализмом, кстати. Это вообще ни к чему. Это просто старый совок, только в новой форме. Вот что это такое. Но с последствиями катастрофическими для российского народа, для природы и для жителей городов в первую очередь. Вот поэтому я сегодня все-таки решил тряпнуть стариной. Давно я сюда не приходил. Но такой повод нельзя пропустить. Еще раз повторяю, это тема, на которую никто не обращает внимания вообще. Только общественность такая, гражданские активисты московские, которые понимают, о чем идет речь. Никакие ни политики, ни позиционеры, ни кто там еще у вас есть. Это все мимо них проходит, пролетает, как фанера на Париже. Это очень обидно, потому что можем так потерять страну. Поэтому сейчас попытаюсь как-то здесь встать, как в 50 метров отсчитать. 50 метров. Ну давайте. Куда? 50 метров туда идут. Куда, в ту или туда, Сергей? Где он, за туда идет, где он, за туда, наверное. Там уже автозак около другого входа. Ну, понятно. Смотрите, вас уже окружают. Окружают. Кольцо сжимается. Ну пойдемте там встанем. Да. 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 Дорогие друзья, мы сейчас находимся на охотном ряду около здания Госдумы. Сергей Митрохин собирается пикетировать Госдуму около центрального входа. Мы находимся с другой стороны, уже стоит автозак. Кольцо из полиции вокруг Сергея Сергеевича Митрохин сжимается. Против всероссийской реновации, в том виде, в котором закон пытаются принять, выступает Сергей Митрохин. Завтра последний день принятия поправок по этому закону. Поэтому на сегодня я решил этот пикет провести. Еще есть шансы все-таки повлиять как-то на, ну, хотя бы на уровне поправок, самое одиозное отменить. Я сегодня отправлю письмо новому спецпредставителю по устойчивому развитию Анатолию Борисовичу Чубайсу. Сообщу ему о том, что Дума отменяет устойчивое развитие в России. Его назначили как витрину для иностранцев по данному вопросу. Значит, он будет изображать, что Россия прямо изнемогает в жажде бороться за устойчивое развитие. Прямо она не может даже... Вообще, спать спокойно. Нет времени на раскачку. Спать спокойно, да. Там Хованская уже прошла. Хованская? Да. А, Хованская, я так понимаю, поддерживает. Она, правда, там какой-то альтернативный закон написала. Вот. А на альтернативной приняли не ее версию. Я не думаю, что ее версия чем-то сильно отличается от той, что приняли. Потому что суть одна этого. Реновация это... То есть, что это по-простому сказать? Это обмен дорогой земли на дешевые квартиры. Вот что это такое. Это изъятие у граждан, проживающих в городах, пока еще речь идет о городах, наиболее ценных земельных участков. Вот что это такое. Это сделать можно только нерыночным путем. Такой же грабеж, как был в 90-е годы с приватизацией абсолютно. Ну а теперь, сегодня за этот грабеж голосует КПРФ во главе с Зюгановым. Вся дума, все фракции поддерживают. То есть, один там или двое кто-то воздержались. Коммунисты все за это все выступают. Хотя они знают, что такое реновация в Москве. Они сами не раз участвовали в протестных акциях против нее. Ну а на России это все можно распространять. Так называемый московский опыт. Вот они такие вот интересные наши новые коммунисты. Сергей Сергеевич, но ведь у нас очень много городов, где жилищный фонд аварийный. Есть такой момент. Какие поправки нужно внести на аварийный фонд? Это давно надо было расселить. Это понятно, да. Именно речь идет об аварийном фонде. И на это тратить деньги. Сейчас ничего. Посмотрите, в Москве расселен аварийный фонд. Нет. Приватизация. Реновация. Уже три года в Москве. Ни одна ветхая, так сказать, субстанция. Будь то общежитие бывшее. Дома-бараки с удобствами на этаже. И все прочие. Ни одну не расселили. И причем здесь ветхое аварийное жилье. Когда Единая Россия устроила фарс с открытием первого стартового дома реновации, оказалось, что этот дом строился как раз под ветхое аварийное жилье. Для измайловских бараков дом. Для измайловских бараков. То есть у них люди, живущие в аварийном ветхом жиле, проигрывают от этого безобразия. Потому что не они интересны. Я сейчас при обсуждении бюджета обсуждал с чиновниками эти вопросы. Прямо на заседании в Мосгордуме. Я спрашиваю их, а почему вы... Да, некоторые бывшие общежития вошли в программу реновации. Но почему их не в первую очередь расселяют? А потому что на их месте нельзя стартовый дом разместить. Вот и все. Поэтому расселяют людей, не нуждающихся в улучшении жилья, в условиях, по закону. А тех, кто нуждается, для них очередь становится еще длиннее. Так она 25 лет, а теперь становится 50. Ну вот и вот за весь этот маразм сегодня Дума проголосует. Сергей Сергеевич, а что вы можете сказать по поводу ситуации с Натальей в Печатниках? Что у нее происходит на данный момент? На данный момент она заболела, скорее всего, ковидом. Ну, я так понимаю, что она мне сказала, что помощники там каких-то депутатов муниципальных помогают ей составить иск о приостановлении исполнительного производства. Надеюсь, что они это сделают. У нее ситуация, конечно, печальная. А есть шансы на то, что ей это жилье оставят? Это идет речь о Наталье Метлиной, да? Нет. Нет? Дубровин. Дубровин. Ну, законы этого жилья принадлежат ей. Я сам видел ордер Министерства обороны, который был выдан еще в 90-е годы. Суд почему-то его не принял во внимание. Судья, наверное, как-то ослеп в этот момент, когда он знакомился с этим ордером. Этот ордер подтвердила учетная карточка МФЦ. С ней должны давно были заключить договор социального найма на эту квартиру. Почему не заключили? Потому что жалко отдавать эту квартиру. Хочется кому-то другому, видимо, отдать. А она в хорошем районе находится, эта квартира? Нет. Ну, квартира неплохая, но в район Печатники, в принципе, да. ДГИ, видимо, хочет там поселить кого-то другого. А ее надо вышвырнуть для этого. Тоже тема, связанная с реновацией. То есть, если бы не реновация, очень быстро можно было бы решать проблемы таких семей. Быстро их расселять. Быстро расселять в никуда? Нет, устроить за них жилье и все. Нет, я имею в виду, вот сейчас хотят сделать так с Натальей, да, с пятью детьми, как многодетную маму, ее хотят расселить в никуда. Ну, ее хотят расселить в неживое помещение, там, на Хорошевский проезд, неприспособленное для жизни. Ну, будем дальше ей помогать, отбивать атаки. У нее теперь не с 96-го года история длится, да? Да, да. Класс. Этот товарищ, наверное, будет весь день стоять, но ничего страшного. Они тут круглую сутку бежут. А? Придет другой. Сергей Сергеевич, а еще сегодня кто-то придет поддержать вас вот в этом протесте? Ну, вряд ли уже кто-то придет. Все, кто хотел уже здесь. Все, кто хотел уже здесь. Ну, ничего страшного. У меня же одиночные дети. Меньше поводов для обвинений. И последствующих действий. Друзья, мы находимся около Государственной Думы, около Центрального входа. Здесь Сергей Митрохин выступает в проекте закона 102-32-25-7. Не знаю, как правильно назвать. Это закон о всероссийской реновации. Один человек должен стоять. В том виде, в котором закон пытается принять, это нарушает жилищные и не только права граждан. Это фактически закон об объеме частных часов. Сегодня Госдума заканчивает сбор поправок к проекту закона, который так окрестили всероссийской реновацией. Это масштабное изменение законодательства, можно сказать, такой черный передел трех кодексов городостроительного, жилищного и земельного, направленные на то, чтобы в руках исполнительной власти сосредоточен был весь контроль над перераспределением земельных ресурсов города. Для того, чтобы они могли с легкостью, не ограниченной никаким контролем, ни общественным, ни парламентским, принимать решение о зачистке городов, в буквальном смысле, от так называемого детского жилья, которое на самом деле таковым не является, зачистки для будущего коммерческого строительства одних участков и расселения людей, которые на них живут, наиболее таких коммерчески выгодных участков, в другие места. То есть это то, что происходило в Москве, но решили распространить на всю Россию. Но при этом еще и облегчить, даже по сравнению с московским, порядок принятия этих решений. Вот одно из таких облегчений – это замена понятия устойчивого развития на комплексное. Устойчивое развитие – это уважение к окружающей среде, это сбалансированный подход к строительству, к градостроительным проектам, при котором соблюдается баланс интересов между группами населения, главное – баланс между человеком и природой. А комплексное развитие – это чистая коммерция, это просто хапок. И пайка жилищная, которую выдают новоиспеченным крепостным российским гражданам. Из них в очередной раз делают крепостные. А подразумевает ли новый закон о населении принудительное? В том законе, который сегодня принимается, о принудительном населении ничего не говорится. Однако, если вы остались в меньшинстве при голосовании за расселение, то вас так или иначе выдавят. Большинство переедет, даже если вы будете упорствовать и проживать в этом доме, у вас отключат электричество, отопление. Я в таких домах бывал, кстати, в бывших общежитиях, где люди живут без отопления, без электричества. Им давно это все отключили. Только их не переселили при этом. Так что косвенно, да, это принудительное расселение тех, кто недоволен. А где все люди? Почему вы 11-10 лет? Ну как, вот вас тут много, вот Сергей. Мы-то коллеги по цеху. Ну, видимо, холодно для них сегодня. А я уже сказал, это проблема, которую никто не понимает из оппозиции. Вот вы пришли, потому что вы понимаете, о чем речь идет. А, свидетельство, нужно я добавлю? Не только поэтому, а потому что еще 14 часов, а тоже коллеги Алексеевича Непрукина, 14 часов, депутаты муниципальные от Яблока, идут подавать заявление на Тверской 14. То есть, Тверская 13. В мэрию. В мэрии, да, подавать заявление. Тоже у нас экологическая ситуация. Очень ужасная в Москве. И они идут подавать на изменение 743-го постановления СТП. Вот, это самое. Так что они тоже готовятся, тоже подъезжают. В 2 часа прошу на Тверскую 13, чтобы осветить вот это вот событие. Тоже очень важно. И тоже порты Яблока. В общем, лет подбетут. Да, лет подбетут. Так что вот, пожалуйста. Вчера прошла информация, что мэрия Москвы или мэрия правительства, сейчас не вспомню точно, подали на группу компании ПИК судебный иск на 2,2 миллиарда рублей. Но никаких подробностей нет. Иск вроде как производства Непр неизвестна. Сообщил одно единственное издание об этом. Я считаю, что компания ПИК вообще организация преступная. Я видел ее методы, как она действует в Кунцево. Это сверх монополия строительная. Искусственная абсолютно. Она базируется только на связях с правительством Москвы. И в других регионах с исполнительной властью. Ну и с федеральной властью, конечно. Поэтому... Куда надо? Я заранее уверен, что это иск справедливый, но она 2 миллиарда, он очень маленький. Я думаю, что к ней надо массовую. массовую применять судебные иски. И вообще, если бы власть была нормальна, давно бы ее закрыла, потому что она нарушает монопольную законодательство. Вообще у нас весь строительный рынок, он сверх монополизирован. Это одна из причин всех этих чудовищных безобразий, которые творятся. огромное количество домов, например, могли бы строить малые предприятия, как это происходит во всем мире. Вот. Один домик построил, заработало, малое предприятие. Другой домик другое построил, заработало. А у нас все отдается на отход, Кику, Донстрою. Они тут строят все подряд и везде. А Донстрою еще все сухие на отходы? Против этого должны быть должны действовать законы антимонопольные в области строительства, запрещающие такой монополизм. реальные конкурсы на освоение земельных участков, застройку земельных участков. Еще у нас этого нет. Поэтому и квартиры такие дорогие. Все, и квартиры такие дорогие. И бесправие народа. Отчего? Если бы малый бизнес получил доступ к строительному рынку, жители бы сами его выбирали. Они бы выбирали ту компанию, которая хорошо сделает и дешево. Сейчас они лишены возможностей. Например, они могли бы свои хрущевки реконструировать, надстраивать. Это же их собственность, земля. Имеют право приглашать и решать свои же личные проблемы. Таким образом этот путь полностью сейчас перекрыт. Потому что все отдано монополиям. Монополии вместе с властью преследуют интерес только сверхприбыли, только сверхдохода, которым они делятся с чиновниками. Отсюда все масштабнее и масштабнее. планы переселений, снос, массу строительства вот эту вот не случайно на этой так показано. Все застроить. Тотально все застроить быстрее, дешевым дерьмом. Быстрее срубить с этого куш какой-то там свой. Каждый свободный клочок раз застроить. И чтобы было легче, вот Госдума принимает вот это вот законодательство. Еще раз подчеркиваю, все фракции, все, без исключения. Какая? Где там оппозиция? Где? А где оппозиция так называемая несистемная? Я три поста, например, написал на Эхе Москвы на эту тему, а больше я ничего не видел. Только гражданские активисты по звуке писали, действительно. Все там все такие гламурные оппозиционеры, которые все время там ругают власть и так далее. Александра Андреева стояла, вот Ломосгордума тоже. Но надо вот за это в первую очередь ругать. Потому что это решение судьбоносное и необратимое может быть к сожалению. Александра Андреева стояла, Сергей Утричский, Юлия Арто тоже стояла. Да, я же говорю, гражданские активисты понимают ситуацию. Те, кто непосредственно на земле работают с этими проблемами, борются с точными застройками, соревноваться и так далее. Она для них не существует. Хотя это и есть решающий драйвер развития страны дальнейшей. Не развития, а, скорее всего, деградации. Пока это не коснется. А коснулось Ленинский проспект вчера коснулось этой реновации и постройки метро. А у нас вчера все заметили, все, наверное, увидели, что рухнул сервис Google. Не просто так он рухнул, потому что у нас на Ленинском проспекте оказывается проходит кабель Google. И он сгорел. Полностью сгорел вместе со всеми другими кабелями. Потому что метростроицы задели какой-то кабель. И в итоге нам сказали, что починят минимум в четверг. Там большие эти самые, там очень много народа, очень много пожарных, МЧС, все остальные до сих пор. Там разбит МЧС-ский этот самый, как он называется, лагерь. Да? Лагерь. И они будут делать эти кабеля до четверга, как они обещали, минимум. Да? Вот вам, пожалуйста, реновация, вот вам, пожалуйста, расширение Москвы, постройка метро, да, которая привела вот к такому вот печальному концу, когда рухнул просто Google вместе с YouTube. Да? Пока они там все переделывали, переделывали какие-то те самые дополнительные, то есть YouTube не работал. Вот. Вот это вот самое главное. Все-таки нас коснется. Это было в 15.30. В 9.30 началось возгорание, как сказали нам, да? И вот я шел вечером уже в 10-м часу вечера, они там все это возгорание еще убирали, старались убрать, да, как бы там все, кому не лень. Вот. Так что, вот вам, пожалуйста, реновация вперед. Чем больше реновации, тем больше у нас техногенных катастроф будет. Это вторая. Первая была на Ленинградской, на Ленинградском проспекте, если не ошибаюсь. То же самое. Да. Понимаете? На Соколе, по-моему. А что еще это будет? А это Ленинский проспект, это центральная трасса. И вот это вот все получилось. Так что вот, вот она реновация, пожалуйста, вперед. Реновация так реновация. Будут отнимать дома, люди вот сейчас не думают, тут проходите мимо, стоит в метрохе, на, дурак какой-то, да, стоит и все, и дальше пошли. Да, как мне вчера сказали. Может быть, даже люди и не знают, кто такой Сергей Сергеевич. Да нет, но вчера, вчера мне сказали, говорит, мы усыпались, как ты стоял с плакатом. Это клоунада, да, как мне сказали вчера, да, но это же неправда. А вот ты сейчас усываешься, а завтра, это мне из Мордовии сказали, а завтра в Мордовии у тебя заберут дом. И как ты будешь тогда? С участком. Дом и участок, да, потому что нужно, нужно государству. И как это будет выглядеть? Вот, когда он вспомнит, у нас почему-то в Москве, ой, в России, пока петух не плюнет, кое-куда, да, мы ничего делать не будем. А нам надо заранее это делать. Да, и таких вот, я, к сожалению, таких людей мало, да, как бы, и очень мало. Когда была вырубка на Ивана Франко, да, где деревья, вот Сергей Сергеевич, он просто рвался туда, приехать, он мне звонил постоянно, приехать, не приехать, приехать, не приехать. Я ему говорю, не надо приезжать, потому что вы нам важнее там, потому что принимались поправки, да, стойте там, защищайте свои поправки. Ну вот, ну вырубили же, вырубили древние дубы, вырубили все, полностью парк вырубили. Но это смотреть невозможно совершенно. Это лысое место. Вообще, все, вот уже тут уже больше ничего, я не могу сказать, там, вот это уже был предел, пределу, когда вырубили дуб, под которым, может быть, сидел Маяковский и Малевич, потому что там находится рядом дачи, прям рядом с этим дубом находились дачи Маяковского, находилась дача Малевича, да, как бы, и вот эта вот картина, как его там называется? Черный квадрат. Нет, нет, Черный квадрат это все знают, а у него все понимают, что целая куча картин, и одна из них, так и называется, станция Кунцева. Вот, вот это, может быть, ты нарисовал там, вот это страшно. И Сергей Сергеевич в этом отношении, вот я его поддерживаю полностью, да, я вне политики, я не яблочник, я не коммунист, я не кто, но я всегда с теми, кто вот, с народом. Да, я прошу извинения, спасибо большое, Сергей Утришский. Спасибо. Это самое, и блогер. Блогер, да, блогер и просто человек, и гражданский активист. А, гражданин, не житель, а гражданин. Тот, кто проживает, ничего не делает, это житель. А тот, кто вот хочет оставить свои гражданские права, тот гражданин. Вот и все. Так что люди, вставайте, мы потеряем и Москву, и все остальное. Недавно у меня товарищ приехал из Пекина и сказал, что у них сейчас продается воздух. То есть, они заходят в магазин и покупают вместе с водой баллончик с воздухом, который приходит домой, вставляет специальный аппарат, и у них два дня воздух. Ну, это, наверное, чистый какой-то, озонированный. Да, 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 но все равно воздух. Да? Так что, скоро мы дойдем до этого. То есть, это вот, вон мне, Сакура самосветящаяся, вон напротив вас, да, вон стоят. Вот такие вот нас ожидают деревья. Да, вот такие деревья у нас стоят. Вот, Сакура самосветящаяся, самая популярная это самое дерево в нашем городе сейчас. Искусственная елка вон стоит. А, ну вот, да, искусственная елка я поддерживаю. Елку срубили, 100-летнюю елку. Зачем? Непонятно. Да, которая хотела жить, которая хотела скуповать. Вот такой бы поставили, красавица. Ну, вот именно искусственная елочка, красивая, симпатичная, да, как бы. То есть, вам нравится эта искусственная елочка? Да. Вообще нравится. Вот я тоже самое говорю. вот тот класс не нравится, а вот елочка. Ну, вот. Сакура мне не нравится, блин, тошнит от них. А вот елочка вполне ничего. Спасибо большое. Вот еще и Сергей Сергеевич, недавно было мероприятие на Горо-Вороновском проезде. Там три общежития, которые хотят расселить, убрать, не знаю, что с ними сделать. Я оттуда ввела тоже прямую трансляцию. И в связи с этим у меня возник вопрос. Вот люди говорили, что их документы на эти общежития с делами семей находятся в компании ПИК. Вот как такое может быть? Это я не знаю. Про компанию ПИК надо разбираться. В данном случае я про это ничего не слышал, что их документы находятся в компании ПИК. Там другая ситуация. Должны были передать на баланс города и было распоряжение Росимущества Московскому Департаменту имущества еще больше 10 лет назад перенять их на баланс города и оформить договора социального нами. Но ДГИ саботировало это распоряжение. Поэтому люди сейчас на птичьих правах в этих домах живут. Вокруг стройка бурными темпами на территории большего жиркомбината. Адские условия жизни. непонятно, что дальше. ДГИ от них открещиваются, говорят, ну это же федеральная собственность. А вы почему сидите? Вам за что зарплату платят? Я спросил на заседание Мосгордума. Почему вы не решаете этот вопрос? Что-то там какие-то федеральные законы внесите конечно, это все вранье. Ну ладно, допустим, это так. Но вы внесите поправки федеральные. А что, нет законодательной инициативы, что-то? Пойдите к нам и мы отправим на федеральный уровень такую инициативу. Это просто преступное, халатное отношение к выполнению своих обязанностей. А расскажите вкратце. 7 декабря вы ходили с вот этими вот людьми из общежитий в управу исключать в чем все закончились? Да, я в управу ходил вместе, это я им предложил. Хотя у правы нет больших вообще никаких почти полномочий по данному вопросу. Да, мы там с вами были. Да, но все-таки это орган власти. Она обязана заниматься проблемами людей, которые живут на ее территории. И вот госпожа Петушкова я под конец разговора с ней вырвал все-таки у нее обещание поставить вопрос перед префектурой и инициировать обращение в Росимущество на балансе которой находятся эти дома о том, что надо решать как-то проблему. Вот об этом с ней договорились. Договорились о том, что она разберется с любым жилищником которая вдруг неожиданно начала странным образом жителей этих домов выяснять на каком основании они здесь проживают. А твое собачье дело какое любым жилищником ты не этим должен заниматься. Она сказала, что разберется. Ну и решить вопрос там по котельной уже такой-то уж точно в ее ведом введении мы дали месяц на предпринятие каких-то действий так что если после новогодних праздников ничего не будет предпринято видимо попробуем еще какие-то активные мероприятия осуществить. К вам обращались люди из этих общежитий которых переселили в нежилые помещения? Которых переселили в нежилые нет на обращения. Спасибо. Сергей Сергеевич. Спасибо. Друзья, мы были с вами экологосударственной думы Сергей Митрохин у нас проводил пикет против закона всероссийской реновации. Спасибо всем, что был с нами. Все, до свидания. Это наш прямой эфир. Пикет окончен. Активатика всегда там, где жители отстаивают свои права. Будьте с нами. Будем благодарны за репост. Ждите новых трансляций. До свидания.